ТРАССА 101 Приветствую в эфире ТРАССА 101 Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Россияне охотно приобретают подержанные машины из Японии. По данным АВИТО, в конце весны этого года более половины импортированных в нашу страну авто были ввезены через Владивосток. В основном это свежие праворульные Тойота, Хонда и Ниссан. По словам специалистов, к примеру, трехлетнюю Королу можно найти на японском аукционе за 600 тысяч рублей. Доставка и растаможка обойдутся примерно в такую же сумму, но и это гораздо выгоднее, нежели покупать модель в России. К тому же, как правило, праворульные варианты отличаются более богатой комплектацией. ТРАССА 101 В июле в России начнутся продажи еще одного компактного кроссовера из Китая. Джак Джей Эс 4 составит конкуренцию и своим землякам, Джили Кул Рэй, Хавейл Джолион, Черри Тига 4 и корейцам Хёнда Крета и Киа Селтас. Стоимость новинки пока не объявлена. По мнению специалистов, начальный ценник будет ближе к 2 миллионам рублей. За эти деньги владелец получит 118-сильный бензиновый мотор, передний привод, кондиционер, задний парктроник, аудиосистему, круиз-контроль и другие опции. В топовых версиях предусмотрен двигатель мощностью 136 лошадей, светодиодная оптика, цифровая приборная панель, люк, климат-контроль. ТРАССА 101 Житель набережных Челнов получил от шинного магазина компенсацию в размере 15 тысяч рублей. Автовладелец планировал приобрести одну покрышку за 6 тысяч, как было указано на ценнике. Однако продавец запросил с него почти на полторы тысячи больше, мотивируя это тем, что заявленная стоимость действует только на четное количество шин, то есть минимум две. Недовольный клиент пожаловался в Роспотребнадзор, а затем в суд. Последний постановил, что продавец нарушил право покупателя на достоверную информацию о товаре. ТРАССА 101 Камский автозавод приступил к испытаниям беспилотного карьерного самосвала. Новинка получила название Юпитер-30. Машина, обладающая футуристической внешностью, лишена кабины водителя. Грузоподъемность 30 тонн. Автомобиль оснастили двумя двигателями – внутреннего сгорания и электрическим. Первый нужен лишь для того, чтобы вращать генератор, который питает электромотор и аккумуляторы. Беспилотный режим обеспечивается за счет наличия множества видеокамер, лидаров, ультразвуковых датчиков, спутниковой навигации. ТРАССА 101 Компания «Мишлен» активно экспериментирует с материалами для производства шин. Французы изготовили покрышки, которые состоят из каучука, углерода, сосновой смолы, цедры лимона и апельсина, а также растительного масла. Данный комплект протестируют в том числе на электрической версии «Порше Кайман» с двигателем мощностью почти 1100 лошадиных сил. Фирма обещает, что к 2050 году вся ее продукция будет экологически безопасной. ТРАССА 101 И в завершении новость от нашего партнера. С 30 мая по 30 июня на АЗС «Движение» при покупке от 20 литров бензина «Ультра-92» через систему быстрых платежей действует скидка 2 рубля с каждого литра. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте «Эхо Кирова». Подписывайтесь на наш телеграм-канал «ТРАССА 101». До свидания. ТРАССА 101